Ищи ёлку, спеши, скоро подарок превратится в снег. Ёлна, держи, это третье послание, и мы, честно говоря, не знаем, что нам дальше делать. Дед Мороз, где ты это нашла? Под ёлкой. Это же письмо от Деда Мороза, настоящее. Представляете, мы сегодня пришли под ёлочку искать подарки, а там нет вообще ничего, представляете? Ничего нам не принёс Дед Мороз вообще. А я смотрю, а там записка, можете прочитать. Вот, ищи подарок под большой ёлкой. Если не найдёшь вовремя, то он превратится в снег. Через три дня в снег. Спеши, Дед Мороз. Я думаю, что нам нужно следовать этой записке и идти искать наш подарок. Пока он не стал снегом и пока он не пропал, пока его никто другой не забрал. Мы не имеем никакого понятия вообще, где его искать. Пишите, кто знает, под какой ёлкой искать подарок. Пишите в комментариях. Всё, машина у нас засыпит сейчас снегом. Быстро едем искать подарки. Продолжаем поиски нашего подарка. Мы очень спешим, потому что боимся, чтобы кто-то не украл наш подарок. И чтобы он не превратился в снег так, как было написано в нашем послании. Пока что я ничего не вижу. Странно, как? Какая-то написка! Где? А ну-ка. Друзья, смотрите, что мы нашли. Это нашла Яна только что. Что может значит У-Б. У-Б. Смотри, что здесь пишет. Ищи под другой большой ёлкой. Ты на правильном пути. Моя подруга-то не верила. Если она посмотрит это видео, она будет знать, что это правда. Она смотрит на всех сторон. Потому что запись не может быть. На правильном пути, значит, нам туда. И отправляйся в центр к городской ёлке. Самой большой, самой красивой. Я в шоке, как я нашла это. Поставлю лайк и подпишись на канал. Теперь смотрим видео. Это, это ёлка. Мы побежали к самой большой ёлке в городе. Пошли искать. Пошёл. Видите? Да. Нет. Нет. А там не смотрелось? Стой. Стой. Записка. Смотри. Смотри. Затуха. Так. А. Б. У. Друзья, это вторая записка, которую мы нашли. Ты на верном пути ищи большую ёлку. Поторопись, чтобы успеть. Мы нашли эту записку. Показывай сюда. Подскажите, пожалуйста, нам, кто знает, что могут вот эти буквы значить. Потому что мы понятия не имеем, что дальше нам делать. Пишите свои варианты в комментариях. Ставьте лайки, чтобы мы поскорее нашли наконец-то наш подарок. И смотрите видео до конца, чем же закончится этот весь новогодний наш квас, который нам устроил настоящий Дед Мороз. Погнали. Погнали. Скорее. Скорее. Времени осталось совсем-совсем немножко. Побежали. Кого мы нашли? Побежали с нами. Стоять. Яна, смотри. Это кто? Это Санта. Клёво. Друзья, погнали, что у нас нету времени. Пока украшенные, нужно искать здесь какое-то послание или подарок. Похоже, здесь ничего нет. Вон еще одна елка. Побежали. Как фонтаны. Это твоя елка. Друзья, очень холодно. Руки прям замерзают. Но я думаю, мы должны сейчас... Пошли туда, посмотрим. Идем сейчас в машину, погреемся, потому что скоро будет очень темно. Насыпает ночь, и нам будет очень тяжело искать наш подарок. Побежали. Побежали, посмотрим. Уже темная ночь, посмотрите. Уже потемнело, а мы еще продолжаем поиски нашего подарка Деда Мороза. Пока еще мы ничего не нашли. Какая ночь уже? Пока что мы не нашли никакого подарка. Мы объездили уже полгорода. Ничего, никаких подарков. Только две записки под двумя елками. Мы сейчас решили ехать еще к нам на район. Там есть тоже большая елка, украшенная, кстати. И, возможно, под ней нас ждет наш подарок. Погнали. Мы приехали к нам на район. Здесь есть тоже большая елочка. И мы идем к ней. Смотрим, может быть, подарок именно здесь. Ты что-то нашла? Нет. Какая-то повязка здесь чужая. Смотрим. Внимательно. Внимательно. Пошли. Смотрим. Со всех сторон, Яна. Внимательно. Смотрим. Внимательно. Вверху нет, внизу тоже нет. Смотрим, смотрим, смотрим. Потому что у нас больше пока что вариантов нет. Остается разве что ехать в лес. Но сейчас ночь. В лесу очень темно и очень страшно. Внесу? Я не знаю. Ань, кто полетел? Смотри. Смотри. Записка. Смотри. Что это? Друзья, это похоже наша записка. То, что мы искали. Третье послание от Деда Мороза. И это буквы. Эш, КА, И. Кафешика. Что же это может значить? Кафешики. Пишите свои догадки. Что же это может быть? И где нам искать этот подарок? А что здесь? Так, читаем. Твоя цель уже близко. Ищи елку. Спеши. Скоро подарок превратится в снег. Яна, держи. Это третье послание. И мы, честно говоря, не знаем, что нам дальше делать. Вот волки какие-то. Мои руки замерзают. Мы не можем найти наш подарок. Мы очень переживаем, чтобы кто-то чужой не забрал наш подарок. Но на улице очень холодно. И мы пока что едем домой греться, пить горячий чай. Погнали. Ну, Стой, давай сначала сюда посмотрим. Пиши. Здесь мы нашли еще две елочки. И надеемся, что подарок все же мы найдем где-то здесь. Я пока что не вижу ничего. Очень холодно, очень холодно. Мороз страшный просто на улице. Мне кажется, все-таки нам нужно ехать домой, загреться, попить чаю и думать, что делать дальше. А вы пишите в комментариях, куда же нам дальше ехать. Неужели нам придется ехать в темный лес, чтобы искать наши подарки. Это самое страшное, чего я боюсь. Потому что в лесу могут быть волки и медведи. Потому что это очень страшно. Погнали домой. Пока что мы не нашли никакого подарка. Но нашли три записки от Деда Мороза. Сейчас мы садимся в машину. Едем в темный лес. Едем или в лес, или домой. Мы пока что не знаем. Яна хочет ехать в лес. Но я почему-то очень сильно боюсь. Мне страшно. В лесу очень темно. Наверное, в ночь мы не найдем. Ночью там подарка, потому что ничего не будет видно. Давайте дождемся тогда утро. И поедем дальше. Мы уже дома. Мы привезли наше послание. Мы очень сильно замерзли. И сейчас будем думать, разгадывать, что же это за такие у нас послания. И может нам получится разгадать, какая же тайна в этих записках. Сейчас смотрим, что написано. Так, ищи под другой большой елкой. И последнее послание. Вот оно. А вот последнее послание. Твоя цель уже близко. Ищи елку. Спеши. Скоро подарок превратится в снег. Через два дня. Первый. Давай. Это было третье. Это была последняя записка. Нет, это... Вот вторая. Вот это была вторая записка. Ужас. Мы очень сильно замерзли, ребята. Но нам нужно немножко передохнуть. И все-таки мы найдем наш подарок. Обязательно. Вот, читай. А ну-ка, что здесь выходит у нас? Если слать эти буквы по порядку. У-Б-А-БУ-Ш-КИ. А бушки? У бабушки. У бабушки. У бабушки, наверное, в саду. Вы представляете? Здесь написано на этих посланиях. У бабушки в саду. Это было первое послание. Держи. Показывай. У-Б-А-Б-У-Ш-КИ. У бабушки в саду, наверное. Ну, не знаю, в саду или под елкой, или где-то. Но это реально подсказка. Нам нужно ведь ехать куда? К бабушке. Я думаю, что подарок именно там. Было реально очень тяжело. Квест от Деда Мороза был просто бомбический. И еще пока что непонятно, чем это все закончится. Но у нас есть реальная подсказка. Нужно ехать к бабушке. Бабушке. Это же долго ехать. Нам нужно ехать 5 часов к бабушке. Представляете? Чтобы узнать, есть ли у бабушки подарок, или под елкой, или где-то в другом месте. Нам нужно на дорогу потратить 5 часов езды на машине. А завтра мы снимем видео, как мы едем к бабушке. Все, сейчас темная-темная ночь на улице. Мы ложимся спать, отдыхаем. Я просто в шоке, бабушка. А с утра мы выезжаем на приключения к бабушке. 5 часов езды. Приключения. Будем ехать лесом, через речку, через большие города. И мы вам все покажем, если вы этого захотите. А если хотите, ставьте пальчики вверх. Если наберется много-много лайков, мы вам покажем, как мы ищем подарок дальше. Все, пока-пока. Мы пошли отдыхать. А завтра опять на встречу приключениям, которые нам предоставил Дед Мороз. Ура! Пока-пока!